всем доброго времени суток с вами таня добро пожаловать на мой канал и в этом видео я вам расскажу о своих покупках сентябре октябре месяце придется их разделить на несколько частей насколько я не знаю но в этой части вы увидите декоративную косметику так приступим начнем с лаков за эти два месяца купила три лака я сняла гель с ногтей теперь у меня ногти слегка горбатые поэтому не обессудьте я буду показывать на них новые лаки вот ну посмотрим вот лак от лореаль париж collection прайв честно я как-то вообще пропустила выпустила из вида эту коллекцию вот чья на байк то фиг его знает у меня увидела этот лак в магнит косметик распродажи мне очень понравился тон я не пожалела я им уже раньше пользовалась ну до этого вот сейчас специально накрасила ногти всеми тремя лаками которые я купила и решила устроить всем просто тест-драйв я была у мамы в огороде я у мамы дома убирала и у меня ни один лак не содрался то есть всеми тремя покупками лаков я довольна какой-то оттенок тоже к сожалению уже тут не разобрать видно до серенький такой тон симпатичный хочу сказать что все три лака держится хорошо нигде ничего не откололось мне понравились это лореаль еще купила лак от эссенс вот такой он красивенький основной тон такой прозрачный хамелеончик с мелким мелким шиммером вот именно шиммером неоднородной такой про краски видеть если что-то видно вот и крупные блестки вот он у меня на мизинчике выглядит неплохо и держится казалось тоже хорошо еще опять же увидела магнит косметик распродажи лак сели хэнсона очень удивилась потому что у нас в городе вообще не видела ни разу продукцию сели хэнсона тут в магните сразу в распродаже но схватила конечно любопытно же правда здесь вот крышечка вместе они не проворачиваются внутренне и внешне придется делать вот так ну это как бы вообще не суть важно главное чтобы лак был хороший правильно кисточка вот такая широкая видите по отношению к ногтю широкая то есть одним движением вы можете прокрасить больше половины ногтя тоже хорошо вот такой красивый оттенок сиреневый что мне нравится то что он полностью перекрывает цвет натурального ногтя если у вас вам не нравится цвет вашего ваших ваших ногтей то этот лак вам скроет какие-то недостатки и даже как бы выровняет ногтевую пластинку визуально видите у меня ведь кривая сейчас ногтевая пластина неровная там остатки геля еще классно то есть покупками лаков я довольна чем я не довольна но это как минимум три вещи которыми не довольна это вот такой тональный крем от мэйбелин супер стей better skin прямо на преображение кожи девочки ну чему чего мы все хотим от тонального крема чтобы он именно преображал тут очень хорошо об этом написано что крем улучшает кожу и плюс еще он стойкий мало того что он не стойкий и вид кожи он честное слово портит он забивается в поры в складочки то есть создает какие-то морщинки где-то находит шелушение которых не было хотя не морщинок у меня пока и шелушение это не видно с другом тональным кремом посмотрим вот он какой данным на руке на руке нормально и в магазине его наносила вот он как бы он подстроился под тон кожи все хорошо но дома я им накрасилась и он мне провалился в поры в общем отдам его какой-нибудь подруге пусть пользуется может подойдет я им больше мучиться не буду несколько раз пыталась лучше я его променяю вот на что это у нас инфоибль от лореаль 20 24 часа матовое покрытие этот крем меня поразил еще в магазине чем он меня поразил сейчас покажу вот у меня например царапинка на руке на след от царапинки я как раз его в магазине и замазала делаем замазала тональный крем очень густой плотный наносила вообще его на лицо кистью прекрасный тон посмотрите вот эти царапины считай не видно я ему тоже устроила тест-драйв такой же как лаком я зачем-то намазюкалась и полезла в огород и знаете в течение часов 4 вид моего лица вообще не менялся я смотрела на улице в зеркало и просто балдела кожа матовая причем этот крем как бы выравнивается текстуру очень красиво мне понравился у меня оттенок 11 ваниль поэтому если вам нужен плотный тональный крем который скрывает недостатки попробуйте его я действительно очень давно в поисках такого крема была и сейчас очень довольна вот этот это просто безобразие какое-то там у меня забыла сказать оттенок 05 светло-бежевая еще вам одно разочарование свое покажу заказала я фаберлик сыворотку хайлайтер аэрстрим кислородное сияние мгновенный преображающий эффект а потом вот заказала нанесла сверху нанесла тональный крем и подумала а какой эффект может быть от хайлайтера нанесенного под тональный крем если крем матовый если он это сияние перекрывает может я чего-то не понимаю может неправильно пользуюсь девчонки ну подскажите мне неграмотной да он так вот немного увлажняет кожу такой он как сказать с розоватым отливом вот сиянием с таким розоватым если видно так вроде наносишь думаешь ух ты симпатична но потом просто не поняла эффекта так что объясните мне если кто чего понимает еще покажу вам помаду лореаль если честно не помню как эти помады называются но когда шла реклама говорилось что присутствует эффект зацелованных губ то есть губы как бы становятся так пухлее немножко и цвет такой характерный появляется как сказать он как из своего пигмента выделяется так красноватый какой-то бархатная такая кожа от этой помады когда наносишь оттенок такой вот розовой карамельки причем в тюбике это смотрится как розовый видите на руке выглядит как немножко такой в коралл отдает беж мне эта помада так понравилась что я начала пользоваться пользоваться там неделю наверное пользовалась и заметила что мне на губах образовалась корка такая сухая корка очень неприятная которая проходила тоже около недели я так поняла что это этой помады да она стойкая возможно она очень сушит губы поэтому так получилось очень жаль каждый день ей пользоваться уже не придется видите вот я потёрла она до сих пор на руке довольно стойкая да часа четыре держится прекрасно пока вы не начнете что-то есть но даже после этого что-то эта помада остается на губах то есть вот этот блеск верхний слазит внутри остается вот такой подтон мне она нравится но очень жаль что пользоваться ей придется не так часто как хотелось бы также купила вот такой воск для бровей от люмине дело в том что у меня брови не густые и с остатками татуажа я крашу их карандашом потом сверху наношу гель закрепляю как бы ну этот воск мне ресницы не прокрасил именно по той причине что господи брови не прокрасил по той причине что у меня брови не густые но оттенок мне очень даже подходит он как бы для блондинок для русых для рыжих в принципе подойдет такой вот коричневатый хороший оттенок поэтому я сейчас как его использую я крашу брови карандашом а сверху наношу вот этот воск вот так он работает для меня нормально покажу карандаш от буржуа по моему да буржуа для того чтобы делать смоки айс эффект вот он серый вот я его нанесу сейчас и растушую посмотрим он немножко с перламутром но это абсолютно абсолютно не видно перламутр такой найти ненавязчивый и вот такая кисточка с другой стороны тушуем тушуем видим что тушуется прекрасно этот карандаш просто моим любимым стал я его наношу и на верхние века и на нижние балуюсь балуюсь он мне очень нравится так еще покажу тушь мое разочарование девочки не берите тушь деваж ой мне очень хотелось коричневую тушь я ее купила щеточка хорошая расчесывает хорошо при первом слое нанесенном я сказала ух ты а потом когда нанесла второй слой оказывается что первый слой высох а второй слой за собой тянет первый получаются комочки такие сухие которые в процессе носки в течении дня осыпаются отвратительно это выглядит я терпеть не могу когда осыпается тушь мне начинают нервничать поэтому она мне лежит уже месяц ее в сентябре купила не понравилось на сладкое я оставила то о чем мечтала с детства я помню какие у мамы были целые такие выдвижные комодики с тенями с пудрой там румянами помадами и я лазила лазила в интернете очень хотелось мне много много теней за чем я не знаю но я себе заказала и теперь балуюсь сколько захочу опа смотрим вот это верхняя часть кстати их в коробочке в этой 180 штук зачем мне столько кто его знает но я теперь довольна просто нереально тем более что тени пигментированы хорошо держится хорошо немного пылят при нанесении но это ничего страшного кладем под глазик ватный диск и все в порядке вот такие яркие красивые цвета причем яркими я тоже пользовалась очень нравится сочетание желтого с сиреневым а нижняя палетка вот такая с приглушенными оттенками которые тоже нужны каждой девушке и наплевать на то что теней уже и так дофига было ну радости от этого тоже море вот на этом девочки я думаю закончу потому что времени осталось мало рада что заглянули посмотрели на все это думаю что нибудь для себя подчеркнули ждите следующего видео заходите на мой канал ставьте пальчики вверх всем всего хорошего всего доброго пока пока